Время, когда выживали колоски, выживали колоски. Ну, наливались колоски, люди срывали эти колоски. И так вот, потерешь в руках колоски эти, зерно высыпется, эту слому выбрасывается, зерно в рот. И наилися люди вот этого хлебушка уже и повмирали, еще больше стали умирать. Болели, да? Болели. Организм был настолько уже ослаблен, что не мог выдержать. Понятно. И была большая смертность в 1933-1934 годах. А ты жила в этот год у Анюты, да? Вечером у них ни коровы, ни чего не было. У них семья большая поели все в голодовку, что было. А у бабы Анюты одна, она душой, где меня взяла. Так содержали корову гуртом. Прятали ее, чтобы не злодеи не забрали, не съели корову. Да они какие злодеи, голодный народ был. Разбойничали сильно, да? А год-то был урожайный? Урожайный. Год был урожайный, да? Угу. А хлеб куда пошел? Что? Хлеб куда пошел? Хлеб, ну, известно, на Украине сколько-то оставляли. А то все забирала Москва. Все, с всех районов, с всех областей собирали хлеб. Угу. Делали запас, потому что солдат надо было содержать, правительство надо было содержать. Они не голодували никто, Москва не голодувала. Слеба было полно, масла полно, всего полно было. Вся страна на Москву и сейчас работает. Так, хорошо. Значит, так вот, в каком году твои родители переехали в Радомашель? Голод был в 33-м. А он, наверное, в 30-му, в 30-му Петик родился. Может, даже в 29-му. До рождения или после рождения Петика? Что в городе. До рождения или после рождения Петика? Нет, до рождения Петика. То есть, мать была беременна и переехали в Радомашель, да? Да. Переехали в Радомашель, а где в Радомашель жили? На какой улице? Лутывка называлась. Лутывка? Да. Да. Это улица такая? Это район Лутывский такой. Мы между городом и Лутывкой жили посередине. Был дом. Хороший дом был, новый. Бабы. А кто его строил? Бабы. Моей матери там жили. Родня. Они куда-то уехали, а дом отдали матери с детьми. Родня. Может, сестра, может, брат, может, кто, я не знаю, не помню уже. Тот отдал сад был большой, возле дома дом. А куда переехали, далеко? Далеко переехали? Куда? Родня? Да. А куда-то уехали. Это значит, из охотников, да? Угу. Из охотников, да? Ну, раз матери родня, мать была охотинка, значит, родственники охотники. Охотники. Да, наверное. Охотников переехали. Из кем она переехала? Чё? Из кем они переехали? Ты осталась у Анюты, да? Да. Анюта осталась в этой, в Губинке. Да. А в Лутывку переехали родители и с какими детьми? Ну, все, которые, вот, до самого Петика, одной меня только не было, а то все… Жили в Лутевке, да? И какое там хозяйство держали? Никакого хозяйства в городе не держали. А где работал? И купить не за что было. Мама в больнице пошла работать. Так, про Скофья? А папа, он нанимался пахать огороды, садить картошку людям, помогал. Ну, работал, такая была работа наемная. Я помню, мы с Олею на улице игрались, а папа погрузил там в соседях картошку мелкую, семенную. Ну, ехал уже на их пользу садить лошадями, пока у него свои лошади были. Спачать огород, посадить картошку, съедай нам с огорода. Ну, так он ехал туда, а мы с Олею бегали на дороги, папа, прокати нас. Он увидел в мешке дырочку маленькую и ищет картошку, чтоб пролезла. А тут строго было в хозяина, может спасти, чтоб там что-то взял в детей. Так он на богатых на кого-то работал? А? Работал на богатых кого-то? У всяких. Или просто у всяких? Просто у всяких. У всяких. Кто имел в сельском хозяйстве. И он ел сырую картошку. Мы так удивились, а мы говорим, как же вы едите? Он говорит сладкая, хорошая вещь, голодный такой был. Сыру картошку ест. Понятно. Так. А вообще пиши отца, какой он был, вот своего отца? Что? Какой был твой отец? Ну как вам к детям относился? Хорошо? Хорошо. Очень даже хорошо. Он был такой спокойный. Старался, чтоб дети выжили. А Прасковья? Ну что Прасковья? Работала в больнице. А где, у кого она работала? Ну как у кого? В городской больнице или что за больница? В городской больнице, да. И кем она работала? В медсестрой. А ну так у нее образование было? Ну я какое там образование? Угу. Не было никакого образования? Ничего она не училась? Ничего? Ну она как в деревне была. Была у нас мельница. Теть работал на мельнице. А она дома с детьми по хозяйству. А когда переехали... У кого была мельница? А? У кого была мельница? У отца. Да. Его собственно? Я не знаю собственно не в Радли. Он работал просто на мельнице. Может брата его мельница была или кого-то другого. Но я это не могу уяснить. Угу. И что на этой мельнице? Ну работа вон. Когда до приезда в Радумше. Мельница на логичьи Продолжение следует...